Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу вам представить отчет, мой второй отчет по вышивке вот этой вот картины свежие розы. Не пугайтесь, это еще не мой окончательный вариант отшива картины за эту неделю, но единственное, что я определила, это то, что я очень сильно погорячилась, когда сказала, что эту картину мне нужно будет натягивать всего два раза, то есть вот один раз пол картины и потом просто ее открепить, прикрепить заново и опять вторую половину картины. Дело в том, что видите, здесь достаточно большой такой кусок и так как у меня одна рука всегда снизу, мне очень неудобно, очень далеко тянуться уже к вот этому куску, поэтому я думаю, что я сейчас сниму полностью ее с этой рамы и передвину вниз, то есть чтобы у меня будет получается такой валик как сверху, так и снизу, но действительно очень неудобно, очень далеко уже тянуться, просто не достаю. А тут видите же, это пришивные пальцы, то есть они вот здесь вот у них ткань, а снизу просто планка, поэтому это не те пальцы с клипсами, где перекрутил и порядок, и тем более я не знаю даже, мне кажется, что перекручивание вышивки бисером до добра бы особо не довело, поэтому будем сейчас все это откреплять и прикреплять заново. И также одна моя подписчица очень просила меня показать, как я прикрепляю ткань вот такую вот тоненькую для вышивки бисером на пальцы, но на самом деле я не знаю, что особо здесь показывать, потому что каких-то огромных премудростей нет, то есть мы просто берем ткань, вот я в данном случае ее передвинула, вот она лежит на пальцах, то есть видите вот ткань вот эта вот пришивная, которая прикреплена к боковым планкам, прикладываем все это дело, вот здесь у меня на ткани уже есть, если видно, но скорее всего не видно, вот такие вот дырочки, уже те места, где она только что была прикреплена. Берем обычную булавку, вот самая обычная такая булавка с такой цветной головкой, вкалываем ее, я вот стараюсь попасть в те дырочки, которые уже у меня здесь есть. Вот так вот с другой стороны здесь пальцем придерживаем и выводим с другой стороны все. Вот это, собственно, и все премудрости, и вот таким вот образом у меня натягиваются обе стороны. Только единственное, что сейчас у меня ткань очень свободна, видите, то есть если я ее подниму, она будет вся провисать. И в таком вот состоянии я обе стороны накалываю, и причем я делаю так в два ряда, то есть два ряда булавочек идет с одной стороны, два ряда булавочек с другой стороны. И потом, когда она уже прикреплена с обоих сторон, но так очень провисает достаточно сильно, я просто потом беру и вот эти вот боковые планки так подкручиваю в разные стороны, и ткань натягивается. Единственное, что вы иногда можете видеть, что она у меня идет немножко волнами во время того, как я вышиваю. Это не страшно, это просто потому, что она натянута только с двух сторон и не натянута снизу. То есть если ее потянуть снизу, она сразу же приобретает нормальный человеческий вид, и на финальном результате уже оформленной картины это никаким образом не отразится. Вот таким вот образом я сейчас буду прикалывать всю картину, то есть особо никаких здесь даже тонкостей никаких нет. И все, наконец-то вот таким вот образом выглядит моя работа. То есть, видите, я вниз замотала вот эти вот уже отшитые стебли и кусочки листочков, и вот открылось новое полотно. Я думаю, что теперь будет гораздо удобнее вышивать. Ну что, приступим дальше. И еще раз всем привет, снимаю отчет о моем следующем продвижении этой вышивки свежей розы. Уже прошло несколько дней с предыдущего кусочка, который я снимала, и, собственно, сейчас я вам покажу, как я продвинула. Сейчас поснимаю вот эти вот булавочки, которые здесь есть, которые... Вот, собственно, так я и вышивала. Я скрутила вот эту вот часть и вышивала. Ну, правда, дело в том, что, я думаю, вы по моему голосу слышите, что нет, голос не пропитый. Это я заболела, я последние двое суток лежала вообще в полусознательном состоянии с редкими вылазками к компьютеру, поэтому повышевать мне вот последние два дня вообще практически не удавалось. Поэтому не очень как-то оно у меня все продвигалось. Вот, единственное, что я решила, это то, что, видите, оно все-таки здесь немножко мнется, то есть это именно помятые такие кусочки. Из-за того, что оно скручивается, в принципе, я никогда не скручивала вот такие вот работы, и нужно будет потом по окончанию вышивки просто это все с обратной стороны прогладить. Ну, это тут особо много ума не надо, то есть это действительно, вот я на него смотрю, это никакие там не зацепки, ничего такого, это именно вот помятые. Видите, если оно так его растянуть, то все становится хорошо. И вот таким вот образом выглядит мое продвижение. То есть, если вот за прошлую неделю у меня было вот это вот и кусочек листика, вот так вот был маленький. И вот, собственно, я вышила еще где-то, наверное, вот такой вот кусочек листика, и вот эти вот, получается, два, наверное, листочка. А вот, думаю, что следующим заходом у меня будет вышивка, как минимум, вот этого и вот этого, да, вот листика с этой стороны и вот тут вот. Вот, и, наверное, начну я уже вышивать розы. Но сегодня я уже, конечно, приступлю к вышивке моих крестиков, я уже по них соскучилась, и уже хочу ее тоже повышивать. Вот, давайте покажу поближе, как выглядит бисер. Очень мне нравятся вот эти такие блестящие прожилочки. В принципе, конечно, подбор бисера, вот, меня радует действительно в этом, в этой схеме, потому что я большинство бисера покупала именно по вот той вот инструкции, которая шла к этой схеме. И очень даже удачно получилось с подбором, то есть, прям вот эти вот все прожилки, они в жизни очень красиво смотрятся. Вот, видите, вот это вот один цвет, вот это вот другой цвет, вот это еще один цвет. Короче говоря, здесь достаточно много этих прожилок, и так они в жизни, особенно вот где-то с такого расстояния, они очень красиво смотрятся, действительно такие сочные, яркие. И вот эти прожилки не сливаются, то есть они так объемно достаточно. Единственное, что да, вот это потом нужно будет гладить, потому что оно немного помялось, конечно. Но это ничего страшного, прогладим, ничего тут такого нет. Так что сейчас буду приступать к своей работе крестиком. Не знаю, у меня была, зародилась такая шальная мысль, и, возможно, я буду вышивать свой домик крестиком две недели подряд. А эту работу пока отложу, потому что у нас начинается скоро совместный проект моря, и как-то хочется, не знаю, побыстрее закончить свою вот эту вот большую работу крестиком. Но, конечно, я, понятное дело, за две недели не закончу. Ну, не знаю, короче говоря, посмотрим, как оно все сложится. Вот, ну, пока что вот такое вот у меня продвижение. Конечно, как обычно в жизни оно смотрится гораздо красивее, чем через камеру, но мне кажется, что так относительно все-таки передается. Не знаю, как, конечно, вот эти вот получились заломы, каким вообще образом, но это именно... Да, я посмотрела, я сначала вообще сама испугалась, но это именно заломы, то есть это не зацепки от булавок, то есть, видите, например, да, вот эти вот четыре штуки, и когда вот так вот ткань растягиваешь, они пропадают, то есть это именно каким-то образом оно помялось. Так что все, уже не за горами вышивка самих роз, но не могу сказать, что особо надоело вышивать зелень, нормально. Достаточно быстро идет, если бы я еще вышивала, как нормальный человек, а не день через день, то вообще бы хорошо было. Но уже скоро будем вышивать розы, так что эта картина двигается медленно, но уверенно. Все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok